Всем привет-привет солнечного острова Кипр! Добро пожаловать на наш канал и напомню, зовут меня Екатерина. Очень давно, почти два месяца мы не снимали видео и не выходили в эфир. Дело в том, что в нашей семье, как я уже писала ранее на своем канале, у нас произошли очень большие изменения, очень большая трагедия. Но мы взялись у себя в руки и решили продолжать снимать канал, снимать канал о нашей жизни, о Кипре, о жизни на Кипре в целом и доносить до наших подписчиков информацию, которая окажется полезной, если вы интересуетесь Кипром или просто хотите приехать сюда отдохнуть. Сейчас уже август месяц, на Кипре безумная жара и, честно говоря, организм, конечно, устал от 40-градусной жары. Поэтому в августе месяце все местные жители выходят из дома либо рано утром, до 10-11 утра, либо после 5-6 часов вечера, когда солнце уже уходит. Насколько я вижу по друзьям, которые приезжают в августе на Кипр, жара не очень пугает туристов, потому что, видимо, соскучился организм по жаркому солнцу и более адекватно переносит эту жару. Мы уже не выдерживаем на солнце круглый год, поэтому мы стараемся в августе прятаться от солнечных лучей. Вот сейчас уже вечер и Андрей договорился со своим другом поехать кататься на Финикудос на роликах, потому что тоже хочется кататься. Завтра утром пораньше мы поедем на море. Ну а сегодня, пока Андрей катается на роликах на центральной набережной Ларнаки-Финикудос на площади с фонтаном, мы с Ариной попробуем съездить в Джамбу и посмотреть, что там уже приготовили к школе. Потому что конец августа и скоро начинается учебный год, и уже, конечно, все магазины предлагают констовары к новому учебному году. Привет, мальчики! Андрей, Руслан, вы уезжаете на Финикудос? Ну все, мы вернемся, в магазин съездим и вернемся. Все, к шести вечером солнышко уже не такое жгучее, и ребята уехали кататься на роликах на свою любимую площадь. А мы с Аринкой попробуем съездить в Джамбу за констоварами. Вот такой замечательный Финикудос. Сейчас он будет наполняться людьми, которые будут выходить на вечерний променад. Здесь уже есть тенечек, так что уже можно кататься. Окей. Оришка, привет-привет! Давно не снимали видео, да? Все, сейчас ходим за нас. Все, едем в Джамбу? 6 часов, сейчас 38 градусов, показывает по приборам в машине. Кондиционер работает на полную мощность. В машине, кстати, очень даже хорошо. Так, вот мы едем от Финикудоса. Кстати, впереди у нас автовокзал. Если вдруг кому-то нужно, вот здесь. Вот он автовокзал, а мы идем и едем в сторону Джамбу. Как хорошо сегодня все будет, если мало машин. Все на пляже. Все, приехали в Джамбу. Буквально несколько минут от Ларнаки. От центра. Я думаю, через неделю здесь будут такие очереди жуткие. Сейчас, чтобы зайти в Джамбу, нужен сейф пасс или флайт пасс. Мы делаем, соответственно, сейф пасс, делаем тесты. У меня вакцины нет. И тест действительно трое суток, 72 часа. Каждые 72 часа нужно делать тест. Так, мы наконец-то дошли в Джамбу до отдела заколочек и всяких всевозможных уже приготовлений в школе. Начинается с ланчбэгов, с ланчбоксов, бутылочек. Арина еще в прошлом году хотела, но мы не успели купить, оно закончилось. Такой хочешь? Бери. А у нас еще оказался очень удачный у Андрея мы брали. Контейнер, но я его здесь не вижу. Вот у Андрея был вот такой контейнер в прошлом году. Он оказался очень удобным. Туда помещается все. А вот тот гамбургер, который мы покупали, ужасно неудобным оказался. А как вам больше откинуть? И вот эти возьмем, тоже хорошие. Пойдем. Кошка. Тут кампончики. Они вообще неудобные, но прикольные. Я хочу себе в школу такой рюкзак. О, супер. Очень вместительный. Все 13 килограммов учебников туда влезут. Очень вместительный и очень большой. Арина, посмотри. Конец августа уже достали концтовары, но еще пляжные вещи вообще в полном объеме. Кстати, вон там зонтик хороший. Классный. Шезлонги. Вот такие маленькие шезлонги. Все, Арина выбрала себе игрушку. Нет, Арина. О, боже мой. Арина, он у тебя не влезет в комнату. Влезет. Нет, моя родная, пойдем. Для твоей коллекции мишек это не подходит. У тебя все мишки сидят на комоде. Он сломает комод. Нет, дядя. Он сломает комод. Пошли. Я полю. Безумное количество какой-то тетрадок. Я люблю. Тебе нравятся такие? Тут два-туда вот резиночка зубы. Нравится? И туда все тетрадки влезут? Да. Все, берем, да? Да. Большие нужны, Арина. Арина, они у тебя не влезут в пенал. Это пахнет у меня интересно чем. Арина, они не влезут. Все такие. Арина, ты взяла эти зубики? Да. Эти точилочки? Да. Мята. Эти точилочки очень классные. Ариночка, Арина, в пенал ты все собрала? А линейка? Все. А линейка. Андрей, спасибо. Мы выбрали Андрея, Арина. За маску выбрали, ручки выбрали Андрею. Вот сейчас в гимназии он начинает писать ручками, поэтому выбрали в этом году уже ручки для Андрея. А в прошлом году мы писали только карандашом. Вся начальная школа пишет карандашами. И очень выгодно покупать такие вот наборчики уже с точилками и с резинками. Итак, мы с Аринкой приехали домой, купили кучу концтоваров. И сейчас разберем, что из этого Андрюши, что Ариши. И соберем пенал, чтобы уже с этим вопросом закончить, да, и к школе быть готовым. Так, портфель у тебя уже готов. На день рождения, да? Получила хороший портфель, пенал. И сейчас мы этот пенал будем собирать. Давай смотреть, что из этого Арине, что Андрею. Это точно мое. Андрею сразу в сторонку откладывать. Так, это твои точилочки-зубики. Окей. Наверное, один. Зубики, они острые, поэтому это точилка. Так, ну тебе два-то не нужно в пенал? Давай сначала просто разберем, что Арине, что Андрею. Синяя канцелярия, а у меня нежная канцелярия. Не, почему? Вот еще зелененькая у него, смотри. Ну, он выберет. Да, у него сине-зеленая получается. Он ручки выберет. Ручки он выберет. То, что Андрею не подойдет, мама заберет. Да. Клей общий. Смотри, какие смешные мы купили ему маленькие маркеры. Хайлайтеры. Так, что у него еще? Клей общий, да? Да, клей общий. А их три, потому что это не тебе и надо в одному. Ну, Клей мне не нужно. Так, это твои карандаши, точилочки. Вот, кстати, классная точилка. Потому что эти, я думаю, у нее быстро сломаются. Я так не знаю. Так, карандаши простые, цветные. Это что такое? Я не знаю, либо точилка, либо резинка. Арине там точно есть. Давай распаковываем. И маркеры мне интересно посмотреть. Это Аринины хайлайтеры. Да, это мои хайлайтеры. Я сначала думала, что Арина нашла конфеты. Черничка, лимончик и клубничка. Это лимончик, бананчики. Бананчики? Оказалось, это хайлайтеры. А, и папочки тоже надо распределить. Они с запахом. Все тетрадки Арине выдадут в школе. Обложки у нас остались с прошлого года. Несколько упаковок. Поэтому мы купили только констовары и папочки для тетрадей, чтобы аккуратненько... Сейчас посмотрите, что это. Это ластик. Ластик. И точилка. И точилка в одном лице. Вау. Вау. Ну, тебе точилок прямо на весь год хватит. А я не знаю, что это и точилка, и резинка. Ты думала, только резинка? Ну да. И не знаю, что это же только снимается. Так, вот что у Андринки получилось. Карандашики. Аж два отделения карандашей. Полтора, так скажем. Здесь простые. Здесь всякие точилки, хайлайтеры. Вроде все, да? Да. Ну все. Браво. Теперь надо Андрею собрать. Браво! Спасибо за просмотр данного видео. Пока Аринка собирает портфель, пойду сейчас звать Андрея. Всем пока-пока. До новых встреч.